Добрый день, коллеги! Сегодня мы рассмотрим функционал дополнительных слоев по договору в системе битфинансов и управленческий учет. Дополнительные слои по договору служат используя для внесения периодических платежей, документ дополнительных слоев по договору и также графика платежей, а также используется для планирования денежных средств, затраты за заявки на денежные средства, план поступления ДС и документов прогнозирования. То есть, когда у нас есть договоры, например, на оплату операционной аренды ежемесячных фиксированных платежей, или на поступление ежемесячных фиксированных услуг, или на ежемесячные кредитные выплаты, мы можем это все реализовать с помощью документов по договору. На экране то, что я сейчас выведен, пример данного документа. Давайте рассмотрим подробнее, что он из себя представляет. В шапке документа мы видим организацию, по которой будет проводиться планирование, контрагента и договор. При этом хочу обратить ваше внимание, что если мы хотим, например, в нашем примере мы будем использовать график платежей по аренде основных средств, то для того, чтобы связать расчет аренды с определенным объектом средств, который ранее был поставлен на учет, необходимо в договоре, в договоре с контрагентом, в разделе дополнительного рекodes и бит, тип договора, оплатить аренду если выவис, и таким образом, этот тип договора у нас будет использоваться и связываться с, будет использоваться в объект эксплуатации, и когда мы будем делать подбор объекта эксплуатации, мы будем понимать, что у нас данный объект эксплуатации будет использовать для расчета аренды, для расчета арендных платежей теперь давайте вернемся снова к нашему договору и посмотрим остальные поля на вкладке основное заполняются уже не обязательно но тем не менее можно спать это цифру до флочке что у нас цифру это орняц атлантика сценарий по которым будет планироваться беда проводится бюджетирование проект производства и на котором группа остальные поля они могут быть не обязательно заполнить но тем не менее если у вас компании идет определенные учета по различных разрезы к бюджетируем то вы можете также эти поля заполнять далее что можно дальше выйдем в на вкладке по объектный график платежей нам есть предлагается подобрать основное средство для которого нам необходимо например рассчитать операционную аренду в данном случае у нас на примере это стать станок заточной как это производится по кнопке добавить объект открывается диалогу окно в котором мы подбираем конкретный объект в данном случае станок заточной дальше на основании кнопочки кстати измени график мы создаем изменяем график давайте сейчас посмотрим на примере документа который не проведенный с документом покажу как это работает как это может выглядеть секундочку вернуть документ например нам требуется добавить объект давайте представим что мы например арендуем какой-то объект основные средства это может быть не знаю там какой например может быть например автомобиль пока вот это мы давайте удалим я просто как это работает по кнопке добавить объект у нас появляется подсвечена такая светло-синяя строка в котором необходимо выбрать объект мы два раза кликаем на этот поле и появляется выпадающий меню объект эксплуатации например ну давайте просмотрим например мы хотим рассчитать операционную аренду по давайте возьмем автомобиль opel astra выбирали автомобиль дальше необходимо рассчитать собственно говоря как ежемесячные платежи если у нас обычно по договору есть приложение в котором уже указывается графики платежей указа график начисления можно спокойно просто данные данные цифры уже рассчитать в программе то есть в этом в обработке что как это происходит по кнопке заполнить мы нажимаем мы выбираем создать изменить график дальше мы видим открывается до отдельное окно что здесь можно выбрать в режиме в режиме предлагать два варианта распределение и периодическое заполнение что это такое распределение это когда у нас сумма расходов например за давать возьмем за нас месяцев распределяется равными чтами каждый месяц если мы говорим например у нас ну пусть будет аренда автомобиля составляется 1000 рублей в месяц значит годовая стоимость аренды это будет миллион двести тысяч рублей месяц получается и таким образом если мы поделим 200 на количество месяцев мы получим собственно говоря мы получим получим и получается 100 тысяч рублей да если правильно посчитал до 100 тысяч рублей то есть мы допустим выбираем если мы выбираем периодическое заполнение в этом случае мы указываем сумму и эта сумма в каждой месяце она у нас повторяется например мы выбираем мы указываем что нам необходимо в каждом месяце платить 100 тысяч рублей мы выбираем пречку заполнения в каждом месяце 100 тысяч рублей будет заполняться дальше выбирается объект но у нас уже выбран того пиляста а дальше выбирать периодичность она может быть разная может быть день недели, декады, месяц, квартал. Зависите от того, какие у вас условия по договору. Мы выбираем периодичность, дальше выбираем период, на который, получается, распространяется действие договора по оплатам. Ну, здесь указываем сумму. Например, если я указываю сумму и говорю, что у меня будет распределение по месячной, то я сразу укажу сумму итоговую. Миллион двести, да? И по кнопке «Заполнить и соревновать график», также можно добавить данные в график, если уже график сформирован. У меня формируется документ. Формируется расчет. Мы видим, что появились цифры, мы видим, что у нас появился инвентарный номер потянулся, появилась сумма. По кнопочке «По плюсику» я разворачиваю аналитику по данному договору, вижу, что у меня есть в табличке части данной обработки, есть инвентарный номер, есть периоды платежа и есть сумма платежа. Ну, здесь видно, что немножко здесь, видите, он, так сказать, закруглил, он тем не менее. Поскольку мы выбрали не 12 месяцев, мы выбрали 8 месяцев. Таким образом происходит распределение. Также можно задать коэффициент распределения определенный, по которому будут рассчитываться наши, получается, ежемесячные платежи. Сейчас попробуем это дело обновить еще раз. Так, давайте посмотрим. Ну, здесь у нас ничего не поменялось, но коэффициент распределения, он влияет на, собственно говоря, на распределение суммы. Далее. Это мы сделали. Что мы делаем дальше? Во-первых, данные, таблическая, предлагает нам также заполнить по общему графику. То есть, когда у нас есть общий график, например. Что это такое? Ну, например, мы хотим просто данные с графика платежей передать в объектный график. Можем это сделать. Ну, обычно, если мы, например, рассчитываем аренду основных средств, то самый правильный путь – это привязываться расчеты к объекту плотации, дальше запускать, создать сменю график и рассчитывать данные платежи. Также доступно три пункта меню. Можем загрузить по настройке из Excel, то есть, можем выгрузить настройку вот прямо этого, прямо настройки по объектному расчету. Можем также, получается, загрузить таблический документ. То есть, когда у нас уже расчет уже готов, например, у нас есть, допустим, приложение в Excel, приложение договора, мы этот файл конвертируем в определенный стандарт, точнее, выгружаем в Excel, уже там будут определенные типовые колонки, и в этих типовых колонках мы заполняем соответствующие данные. Но мы сейчас делать не будем, поскольку это, собственно говоря, просто выгрузка в Excel и загрузка обратно. Когда мы загрузили данный документ, мы идем в график платежей. Теперь давайте рассмотрим, что такое график платежей. График платежей. График платежей – это график, собственно говоря, платежей именно расходов в рамках движения денежных средств, которые будут считаться по договору на аренду основных средств. Если мы говорим, и, собственно говоря, вот мы видим здесь на экране данную обработку, видим, что здесь мы видим, что мы можем здесь заполнить. У нас есть шапка документа, она не меняется, мы уже о ней ранее говорили, это у нас контрагент, договор, организация. Есть также, получается, ниже, собственно, что мы должны заполнить. Во-первых, самое главное, мы должны заполнить статью оборотов. Она может быть разная, может быть, в зависимости от того, что мы арендуем. В данном случае я выбираю платежи по имениственной деятельности, ну а это статья оборотов, вы подбираете справочник ВДС, который создан в системе, этот справочник, например, формируется, инсайд-пользователем, и статьи могут быть абсолютно разные, в зависимости от того, что мы планируем. Дальше выбирается также классический месяц, то есть периодичность. Если у нас график по объекторам, логично, что у нас будет также это идти в разрезе каждого месяца. И выбирается период. Напомню, что у нас период все-таки не 12 месяцев, а у нас период 11 месяцев получается. И дальше у нас, что предлагает система. Дальше можно выбрать сумму расхода, указать, и НДС. Но мы не будем пока это выбирать, поскольку мы сейчас воспользуемся функционалом обработки. мы просто возьмем из пообъектного графика, который мы ранее создали. Вот мы в это крае меню здесь появляется несколько пунктов. Создать изменить график. Мы просто можем график создать так же, как мы создали пообъектный график. Финансовый график, когда у нас есть финансовый договор, открывается определенная обработка, которая создает уже платежи в рамках кредитного договора, там, где указано процент, ежегодный процент по договору, рассчитываются ежемесячные платежи. Это стандартный, классический расчет про 100%. Дальше у нас заполнительный пообъектный график это выбор, это заполнение данных, то, что мы ранее уже рассчитали в пообъектном графике. Мы просто переносим данные пообъектного графика и формируем на основание этого заявки на движение деже средств. Актуализация графика это когда у нас уже график создан, можно его актуализировать. Ну и дальше получается, нам предлагается также заполнить по графикам начисления. Например, есть уже график начисления, что их такое? Это просто начисления, это заявки на затрат, То есть это формирование расходов на бюджетных доходов и расходов на финансовом результате. И мы можем эти данные из графика начисления перевести на правительственное основание этого, сделать график начисления по заявке на расходы на денежных средств. Также можно рассмотреть пропорционально, по коэффициенту. Ну и дальше, как я вам ранее уже говорил, заговорить по настройке и загрузить табличный документ. Давайте попробуем сейчас выбрать обработку и заполнить с подъектного графика. Мы видим, что у нас система заполнена все данные. Внизу в табличке части видно, что у нас появились строки с записями. У нас есть период, есть CFO, статья оборотов, проект, бренд, сумма и так далее. То есть все эти реквизиты, которые мы видели ранее в поверхном графике вот здесь. То есть получается у нас есть сумма, дальше уже график платежей. Если мы указываем, что у нас сумма будет с НДС, то у нас, соответственно, формируется уже сумма. Еще у нас есть сумма 100 тысяч плюс отдельно у нас формируется сумма НДС. 20 на 1000. То есть мы здесь все доказали, что наставка НДС мы ее используем. Также, что хотелось бы также сказать. Во-первых, перед тем, как оформлять заявку на НДС, если мы, например, хотим, у нас есть два варианта, получается, формирование заявки. Можно создать одну заявку. Например, у нас есть 8 платежей. Мы формируем просто 8 платежей в одну сумму. Это будет 1 200 000 и проводим одну заявку на НДС. То есть у нас тут просто одна выплата, например. Ну, поскольку обычно выплаты все-таки помещены, часто в договорах это зависит от договора, то для того, чтобы сделать и на помещенной заявке, мы ставим здесь флажок, не обвиняясь документы по дате. Актуализация выполнена. Когда мы, например, выполняем еще актуализацию, мы можем здесь руками изменить начисление. Эта система позволяет делать. Но мы это делать не будем. Я просто показываю, что это возможно. Также мы актуализируем и сохраняем. Когда мы, получается, здесь поставили флажок, мы что делаем? Мы, во-первых, должны документ провести, согласовать и дальше уже с ним работать. Теперь давайте перейдем к нашему документу, который мы создали для его показа и посмотрим, как там это уже выглядит. Я просто не буду документ сохранять. Вот мы создали график платежей. Документ, я обращаю ваше внимание, он уже проведен. Что я сделал? Я нажал кнопку провести. У меня документы статуса черновика прошел в статус нахозяйственном составании. Дальше получается, если я к документу привязан маршрут согласования, я выбираю здесь либо через ARM согласовизирование, либо через, собственно говоря, внутренний, привязанный маршрут согласования, могу прямо здесь в документе согласовать. То есть я просто выбираю здесь согласованно и проставляю каждое поле на основании. Как это не я, а допустим, у нас есть маршруты, и каждый пользователь, например, у которого справа финансовый директор, главный бухгалтер, может проставить свои визы. Когда визы все проставлены, документ у нас уходит в стадии утвержденной, и таким образом мы можем уже с ним работать. То есть пока документ находится в статусе рабочий, мы не можем работать с документом, поскольку мы не сможем создавать заявки на основании средств и заявки на затраты. Так работает система, поскольку считается, что документ, когда он рабочий, он еще может меняться, поэтому заявки не формируются. Таким образом, мы, кстати, видим здесь справа этот алгоритм, который здесь сделан достаточно простой. Мы видим у нас два поля и старт и завершение. Но об этом сейчас мы говорить не будем, это немножко тема другого, получается, нашего разговора, другого нашего показа. Мы создали данные, получается, согласование. Вернемся теперь к классике основное. И что мы теперь делаем? Теперь получается, когда мы слисали документ, мы ранее здесь видим, что у нас появились здесь такие флажки. По кнопке «Выйдет» установить флажки. Система выделяет флажки. Давайте сейчас еще раз я покажу, как это может выглядеть. Так, если сейчас получится, я сейчас делаю «Скопировать». Так, сейчас попробуем еще раз делать график. Да, и вот смотрите, если документ у нас будет уже проведен, я выбираю необходимые периоды. Кстати, я хотел еще обратить внимание, что видите, у нас подсвечивается красным. То есть система понимает, что некоторые даты попадают на выходные дни. Что делает система? Что она предлагает? Она вам подсвечивает красным. То есть она говорит, что это выходной день. Ну, обычно, скажем так, по договору, бывает так часто в юридической практике, если платеж попадает на нерабочий день, то он переносит на первый рабочий день. Поэтому мы можем нажать на эту кнопку «Платежи выходные» и перенести на следующий рабочий день. И система автоматически перенесет нам на следующий рабочий день. Когда мы выделили все флажки, мы нажимаем здесь, выбираем кнопку «Создать», «Документы планирования», и они у нас создаются. Сейчас мы это посмотрим в рабочем документе. Давайте сейчас вернем снова рабочий документ. Мы создали объекты планирования по кнопке, как я ранее говорил. Что это так объекты планирования? Объекты планирования – это заявки на сходный держит средств. То есть это непосредственно те документы, которые мы будем использовать для уже исполнения нашего дополнительного условия договора, то есть графика платежей. И, кстати, каждой заявке, мы можем здесь уже появиться, появляется гиперссылка. То есть мы можем сразу посмотреть, что документ уже доступен, то есть он сформирован. Если мы провалимся в гиперссылке, мы видим, что у нас все равно заявка. В данном случае она уже согласована, я уже просто делал пример, я еще покажу, которая не согласована. Она всегда формируется в статусе «Черновик», то есть никогда не проведенной, поскольку это предполагается для того, чтобы заявка могла быть проведена. Здесь сразу обращаем ваше внимание, что все поля, шапка, все поля уже заполнены, то есть не нужно уже ничего заполнять. И то, что появляется гиперссылка по дополнительному договору, мы понимаем, что это документ, который формировал на основании дополнительного договора. То есть это, скажем, документ, который формируется обработкой. По заявке дополнительного у нас тип заявки в график платежей. То есть это у нас на основании графика документа. Дальше по кнопке «Провести» мы отправляем заявку на проведение. Давайте рассмотрим, как это выглядит. Сейчас я еще раз вам покажу, что у нас вот каждая заявка, она имеет как раз сумму 60 тысяч, сумма НДС выделяется, то есть у нас полностью соформированы у этих все 8 заявок. И если, ну давайте по заявке потом вернемся, немножко забегая вперед. Давайте теперь посмотрим остальные, получается, вкладки, которые есть в документе. Мы ранее говорили, что у нас есть график платежей, то есть это график, который формирует заявки на основании движения средств. А также получается, можно сформировать график начислений. Ну начисление, что это такое? Это заявки на затраты. То есть если у вас компания, помимо движения средств и согласования заявок, вы согласуете заявки на затраты, которые формируют, например, ваши документы поступления расходов, то есть формируют ваши начисления, то есть мы говорим деньги и начисления, то можно график также заполнять. График заполняется абсолютно похожим образом. Мы по кнопочке график, мы получается здесь, сейчас я вам покажу еще раз, перейдемся к нашему документу, который не проведен. Видите, у нас пока поле пункта. Что мы можем сделать? Если у нас уже сформировано график платежей, то мы можем просто, получается, на основании этого графика, создать также график начислений, который будет абсолютно идентичен графику платежей. Делается это очень просто. Мы выбираем пункт «Заполнить по графику платежей». Соответственно, система понимает, что у нас уже график сформирован и передает полностью идентичные все строки в наш документ. При этом, обращая ваше внимание, что у нас, мы здесь выбрали, что у нас сейчас конкретно это без НДС идет, получается, да, значит, если мы выберем ставку НДС, например, и повторим этот расчет, у нас появится НДС, видите, появился. То есть, ну и здесь также по такому же принципу, если мы хотим эти заявки сформировать, мы выбираем все заявки, проводим, ну, документы уже проведем, сформировали все заявки, делаем на кнопку «Ставить документы планирования», и они создаются. И все. То есть, больше мы чем делаем? То есть, это очень удобный инструмент, который позволяет фактически создавать основные документы. Очень много документов планирования прогнозируя, не прибегая к количеству, очень больших количеств операций в системе. Теперь давайте вернемся снова к документу, который проведен, посмотрим, как это выглядит. В данном случае я отключу параметр, чтобы уже было лучше видно. В данном случае у нас видно, что у нас сформированы заявки. Да, видно, что у нас есть период, ЦФО, статья оборотов, есть сумма. Но в данном случае, видите, я сумму НДС не выбирал, у меня 50 тысяч, потому что заявка на затраты, я решил пока пока без НДС. Если у нас НДС вот здесь выбирается в параметрах, то, соответственно, получается, у нас, у нас получается, здесь будет сумма НДС, как и ранее было в нашем примере. И когда мы сформировали, у нас, во-первых, появляются документы планирования. Вот здесь мы видим, что появились также киперссылки. Они также у нас находятся в статусе черновика, то есть они не проведены. То есть мы можем здесь вносить любые изменения, если нам потребуется, например, что-то поменять. Можем поменять, может быть, реквизиты, дату поменять, про все документы. Мы документы согласовали и провели. И когда у нас все это готово, в вкладке документопланирования, здесь появляются документы заявки. Видим, что у нас заявки. Причем обратите внимание, что она заявка уже проведена. Я сейчас так и не вернусь. Остальные пока в черновике. И заявки на затраты. Также они у нас сформированы. Если мы хотим, например, удалить заявки, например, допустим, мы хотим удалить заявки на расходе средств, можно выбрать, получается, поставить флажок, нажать дополнительное удаление, и система факта удалить заявки. То есть можно заново сформировать новые заявки. То есть обработка сразу позволяет либо выборочно, либо, например, полностью формировать документную удаление помечать. Таким образом, у нас формируется ползаявок, с которым в дальнейшем можно работать. Давайте сейчас вернемся снова к нашему документу. Вернемся к документу и посмотрим. График начисления здесь все более-менее понятный. Зависк на затраты обычно бывает так, что в компаниях, например, либо исполняется, ну, бывает так, исполняется только платежи. Заявки на затраты, они либо, может быть, контролируются, либо они просто уходят в качестве такого свеча документа для сбора факта. Ну, давайте пока рассмотрим заявки на расходе средств. Это достаточно интересный документ. Он позволяет создать нам непосредственно документам, документ по системе бюджетирования, допустимого по договору, с регистром исполнения системы бюджетирования. Если мы сейчас, ну, как мы это можем сделать? Во-первых, можно провалиться в заявку непосредственно из обработки. Сейчас, секундочку, это у нас старый документ, это еще не проведенный, из обработки. Можно, например, сделать это отсюда. А можно, например, пойти просто, получается, непосредственно в раздел «Казначейство», поскольку заявки с казначейством, открыть планирование платежей, заявки на основные держи средств. И здесь, получается, у нас как раз, можно отсортировать и посмотреть, что у нас вот от 23-го числа созданы заявки. Это номер, это номер, это документ, это номер. Вот созданы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь заявок. Да, и все они связаны, все они, получается, у нас как раз сформированы. Видите, у нас стилезафик, график, сформированный нашим, получается, нашей обработкой. Здесь видно у нас сумма. Ну, это таблище стандартно, она позволяет нам работать, например, здесь проводить заявки, там, да, то есть нажимать «Провести», там, например, «Редактировать». То есть можно это делать в обработке заявки на свой дневный стресс, можно делать в обработке дополнительного по договору, то есть как вам удобно для того, чтобы работать с документом. Ну, давайте сейчас рассмотрим сам документ. Вот это уже немножко, я уже так скажу так, кратко, как работает. То есть мы создали доп. суда по договору, мы сформировали заявку, мы ее согласовали. То есть, как я ранее говорил, заявка у нас согласована. В данном случае заявка у нас идет сверх лимита. У нас есть ссылка, что у нас сформировано основание доп. суда по договору. Есть сумма, да и все основные дополнительные резиденты мы создали. Заявка согласована, все создано. По заявке у нас есть, сформируется уже, но это немножко уже другая тема. Сформируется у нас, получается, платежная позиция. Это определенный документ, который формируется на основании для того, чтобы связать нашу заявку именно уже с платежным поручением. У нас получается, что она формирует, что платежное поручение пока нет, поскольку я пока не отправил на оплату. Когда мы заявку сформировали, можем посмотреть, как заявка работает, дальше получается уже контролировать лимиты денежных средств, дальше их согласовывать, отменять, переводить, например, разбивать, включать в аресты платежей и так далее. То есть данный механизм позволяет нам работать либо уже с действующим договором, например, либо создать новый договор, выбрать определенный тип договора. Типы тоже задаются пользователем, связываются, получается. Точнее, это типа, они здесь уже предупределенные, но можно создать свои типы договора. Это предупределенные, но можно создать свои типы договора. И таким образом происходит связь, увязка получается. Типа договора с договором, который указывает доп. соглашение. Таким образом мы понимаем, что у нас есть договор, а есть доп. соглашение по договору, которое обычно является приложением к кредитным или, допустим, арендным договорам. Так работает механизм дополнительства по договору. Это очень удобный механизм. Его часто используют многие компании, которые внедряют битфинанс. Поскольку, например, если у вас есть кредитный договор, вы можете рассчитать с помощью программы выплаты на основании простого процента, указать ставку процента, сумму в кредитной линии, срок погашения и так далее. И это позволяет вам, скажем так, автоматизировать то, что вы идете в Excel. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok